Это глобальные макро-вопросы, которые очень трудно сказать, как должно быть. Скорее всего, так должно быть, как получается. Как складывается жизнь, как получается в результате исторического развития. Конечно, идеально было бы какая-то многополярная жизнь. В Азии одно, в Южной Америке другое, в Северной Америке третье, в Европе четвертое и так далее. Но, увы, так не получается. Сейчас мир действительно однополярный. И как бы Россия не надувала щеки, уже извините, я вынужден это сказать, но, конечно, Россия на сегодняшний день не сверхдержала. Ну, никак не сверхдержала. По всему, по экономике, по мощи своей, по количеству людей даже. В конце концов, в России сейчас мало живет людей. Понимаете, в Америке когда-то в Советском Союзе жило 250 миллионов человек. Я это помню эту цифру. А в Америке тогда жило 200 миллионов человек. Сегодня в Америке живет 300 миллионов человек, а в России всего 130. Несравнимое число людей, просто даже по головам, так сказать. Но, что говорить о развитости Америки и России, даже нечего даже и сравнить. Понимаете, Россия ведь действительно ничего не производит. Есть ли российские самолеты? Ну, были когда-то, какие-то там, Ту-104, да? Нету сейчас самолетов. Все летают на Боингах. Автомобили? Нет российских автомобилей. Компьютеры? Нет компьютеров. Мобильные телефоны? Ничего нету. Что есть российское? Даже уверены на вас, и на мне, и на всех, кто нас сейчас смотрит. Ботинки, брюки, рубашки. Это все не российское. Ну, нету российского. Просто не существует. И это, конечно, очень обидно. Россия, конечно, страна с колоссальным потенциалом. И человеческим потенциалом, и природным потенциалом, и бескрайние просторы, и богатство недр. И чего только нету, да? Но не получается. И на сегодняшний день мир действительно однополярит. И слава Богу, я являюсь горячим сторонником и подел от того, что Америка все-таки следит. Америка следит за порядком. Вы можете относиться к этому как угодно, но если бы не было Америки, вооруженных дикарей. Понимаете, мир превратился в Судан. Но все-таки есть дядя, который приходит, успокаивает Судан, успокаивает Силию, успокаивает Урак и все. Америки это очень дорого достается. И поверьте мне, они бы с удовольствием бросили это. Но кто-то должен. Понимаете, как говорил когда-то Бабель, на каждой улице должен быть городовой. Понимаете, городовой он приходит и наводит порядок. А иначе это будет кошмар.